Здравствуйте, я Штребух. Я дарю вторую жизнь вещам из помойки. А задумывались ли вы, что можно найти на свалке? Год назад я даже не мог себе представить, что помойка настолько сильно кормит, одевает и обувает. В этом видео я вам покажу свои находки из помойки, а также покажу, сколько можно заработать на продаже находок из помойки. Всем приятного просмотра, ставьте лайки и пишите креативные комментарии. Нашел рабочий монитор на 23 дюйма от бренда Samsung. Я просто в шоке, он еще и вот так поворачивается. Реально крутой моник. В комплекте был провод питания и провод подключения. Подключается через HDMI, VGA или DVI кабель. Модель Samsung S24C650. На Авито улетится свистом за 2000 рублей. Нашел когтеточку для своей кошки. Ей она очень нравится. Была абсолютно новая, только моя кошка ее уже немножко ушатала. Мою кошку помойка тоже радует. А еще я нашел себе крутой пылесос. Он безмешковой от бренда LG на 2000 ватт. Включается он с кнопки на ручке. Очень удобно то, что в нем нет мешка. И весь мусор скапливается вот в этом боксе. Стоит такой на Авито примерно 2000 рублей. Работает просто изумительно. Помойка радует, как обычно. А это полки из Икеи в нормальном состоянии. Поставлю их на балконе и даже в честь этого сделаю уборку. Полки идеально подходят для хранения находок. Электрогитара от бренда Phil Pro. Абсолютно целая, работает прекрасно. В комплекте даже был чехол и провода для подключения. Но только вот здесь нет крышки. А больше нет никаких нареканий. Почему ее выкинули я не знаю. Скорее всего люди просто заелись. Выкидывать такое на помойку. Ну это просто жесть. Самые лучшие комментарии последних видосов. А если ты хочешь попасть в видос, пиши креативный комментарий. Снимаю шляпу и склоняю колено перед самыми щедрыми подписчиками. Небольшая партия мелких находок. Большой бонг. Бонг абсолютно целый. Новый такой стоит примерно 4000 рублей. Прикольная находка, но я таким не увлекаюсь и вам не советую. Две абсолютно новые термокружки. Маленькая горелка, которая накручивается на газовый баллон и с помощью нее можно приготовить покушать в любой точке планеты. Губная гармошка в отличном состоянии. Судя по наклейке, она современная. Звучит неплохо. Блин, реально крутая находка. Продам рублей за 500. Старый фотоаппарат Zenit. Продам его рублей за 400. Вот такой классный мини штатив для телефона. От бренда Continent. У него даже ножки выдвигаются. Буду с помощью него снимать стримы. Одна боксерская перчатка. Офигенный бокс. В боксе хранили медикаменты. А я буду использовать его для инструментов. Старая настольная лампа. Продам рублей за 50. Два старых кожаных и брендовых ремня. Первый Calvin Klein. Кожаный. Оригинальный ремень. На ремне есть потертости. Видно то, что он бэушный, но зато оригинальный. Второй ремень Prado. Вот это просто жир. Тоже есть потертости. Видно, что он поношенный. Но это из очень старой коллекции. Пусть он тоже поношен, но он зато полностью целый. Нашел четвертый айфон, но к сожалению он не включается. Пытался зарядить его разными зарядками, но это принесло никаких результатов. Скорее всего не включается из-за разбитого в хлам экрана. Вот даже если сравнить четверку с седьмым айфоном, сразу видно где мама, а где папа. В моей семерке нет никакой брутальности. А четверка смотрится как бандит из девяностых. Такой цельный, увесистый и тяжелый кирпич, которым даже можно прибить. Купил бы себе такой айфон чисто для связи. Это просто легендарная модель. Нашел электробритву от бренда Philips. Бритва работает прекрасно, а в комплекте был блок питания. Насадку можно регулировать по длине волос. Крутая находка. Можно теперь мне побриться на лысо. Нашел домашний телефон от бренда Texet. Телефон работает прекрасно. Я бы его оставил себе, но в моей квартире не предусмотрен домашний телефон. Поэтому придется его продать рублей за 400 на Авито. Рабочий сетевой фильтр от бренда Belkin. Модель Megamaster. Провод у него просто толстенный. Первый раз вижу такой толстый провод в сетевом фильтре. Продам его рублей за 400 на Авито. Полезная для дома находка. Классические находки в помойках. Нашел два чайника абсолютно рабочих. У этого только не держится крышка. А также два утюга от бренда Scarlett. Этот в принципе обычный утюг. А вот этот прикольный, такой мелкий. Наверное придумали его для того, чтобы брать с собой в отпуск. Продам это все добро, рубли за 800 на Авито. Две пары роликов. Модель вот этих роликов Volt XT. А модель этих роликов New Skate APEC 5. Первые ролики абсолютно целые, но в ушатанном состоянии. В принципе пользоваться ими можно. 43 размер. Вторые ролики также 43 размера. Все у них целое, кроме вот этого крепления. Оно, к сожалению, отломалось. Это, конечно же, печально. Попытаюсь их продать на Авито. Эти рублей за 800, а вот эти рублей за 500. А вот это уже крутые находки. Сенхайзеры для компьютера. Модель PC3. Цена этих наушников будет на экране. Наушники работают прекрасно. Звук просто офигенный. Но это же фирма Сенхайзера. Она славится своим качеством звука. Рабочий 3G модем МТС. Модель Huawei E171. Продам его на Авито рублей за 300. Крутая электробритва Philips. Бритва с тримером. Одним легким движением можно открыть крышку. И прочистить ее от волос. Бритва реально крутая. Оставлю ее себе. У бритвы есть встроенный аккумулятор. Перед использованием обязательно продезинфицирую. И буду просто кайфовать. Крутая электронная книга от бренда Pocketbook. Модель Pro. Книга была в этом чехле. Он конечно подушатан, но в принципе целый. В ней есть даже Wi-Fi с Bluetooth. Чтение голосом на 24 языках. Старый, но рабочий смартфон HTC One. У него разбит дисплей, но сенсор работает. Стоит Android 4.2.2. Очень устаревшее ПО. Но в принципе телефоном можно пользоваться. Оставить на этот устаревший смартфон дисплей нет никакого смысла. Так как модель уже очень старая. Его проще продать на Авито на запчасти рублей за 200. Вдруг кому-то плата пригодится. Небольшая партия мелких находок. Батарея для ноутбука. Возможно рабочая. Старые кнопочные телефоны. Вот этот абсолютно новый, даже экран в пленке. Но нет задней крышки и батареи. Раньше таких копий Nokia было очень много. И они пользовались спросом. Но у телефона разбит экран, он не включается. Еще есть раскладушка. Внешне просто в отличном состоянии. Но нет батареи. Телефоны очень старые. Их проще выкинуть, чем продать. Я их буду собирать. Когда наберется целый пакет подобных телефонов. Продам их на Авито. Рублей за 900. Батарея для айфона в отличном состоянии. Новый блок питания для телефонов Sony. Лицензионная игра для Xbox. Диск в отличном состоянии. Продам рублей за 200. Бутылочка для бухлишка. Рабочий MP3 плеер iRiver. Почти полный Акс эффект. Универсальные чехлы для смартфонов. Непонятная какая-то штука. Нашел неплохую материнскую плату. С сокетом для процессоров AMD. В материнку можно установить 2 видеокарты. И 32 гигабайта DDR3 оперативной памяти. Судя по внешнему виду, материнка целая. Скорее всего работает. Продам материнскую плату 1000 за 2 на Авито. Модель материнской платы на экране. Крутая игровая материнская плата. Я бы ее в себе оставил, но только у меня процессор Intel. Ракетки для тенниса. Абсолютно целые. В комплекте даже был чехол. Продам рублей за 300. Нашел неплохие штанишки. Буду лазить у них по помойкам и кайфовать. Штаны абсолютно целые. Для помоек самое то. Нашел старый системный блок. И сразу виден косяк. Передняя панель еле держится. Компьютер очень старый. На одноядерном процессоре. Внутри очень много пыли. Но вот корпус подвел. Придется достать все комплектующее. А потом перекинуть в новый корпус. Когда я его найду. После того, как я все это перекину в новый корпус. Поменяю термопасту. И почищу все от пыли. Я смогу продать этот компик на авито рублей за 800. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА я просто в шоке музыкальный центр работает просто изумительно он реально офигенный звук качественный прикольный он тем что у него есть вот эта штука это приемник звука в общем к этой круглой штуковине подключаются колонки и еще вот такой приемник ну а передатчик подключается уже к самому центру получается с помощью этой системы можно передать звук в любую сторону комнаты совершенно без проводов стоит такой кинотеатр на авито примерно тысячи четыре я продам тысячи за три так как не все колонки в комплекте в комплекте с кинотеатром был пульт документы для него а также в комплекте было две пары вот таких вот проводов это провода подключения в руссконародье называют бананы первый раз вижу такие толстые скорее всего они дорогие с позолоченными контактами а еще там был hdmi кабель сожалению этот кинотеатр придется продать тысячи за две потому что он не в полном комплекте здесь не хватает трех колонок еще одной вот такой длинный и две которые ставятся по бокам центральная на месте и сабвуфер здесь система 5 и 1 помойка радует как обычно крутыми ништяками находки 18 плюс огромнейший набор для bdsm наручники для ног для рук кляп поводок накидка для глаз плеть и веревки ну вот что с этим делать я в шоке буду это все собирать может кто-то из подписчиков захочет купить две абсолютно одинаковые сумки для ноутбуков они абсолютно целые реально крутая находка так они еще к тому же качественные и от известной фирмы продам каждую по 300 рублей на авито нашел огромнейшую серебряную цепь на реально тяжелая к тому же очень толстая и кстати смотрится тоже довольно таки неплохо проба 925 рюкзак канкин в отличном состоянии офигеть эти рюкзаки сейчас в моде вот только надпись слегка затерта но это фигня работающий электро чайник home club настенный светильник с регулировкой накала работает прекрасно и еще вот такой светильник в коробке абсолютно новый из икеи работающий утюжок мощные наручники для bdsm bluetooth приемник новые карманные зеркала утленитель женская бижутерия универсальный usb кабель для разных смартфонов блок питания белорусские рубли вазелин смазка context и новые презервативы целый набор эспандер резиновое ухо скорее всего они находились в магазине на них цепляли сережки переходник с микро юсб на юсб ремень блок питания никон для фотоаппарата оттеночный бальзам и типа беспроводная игровая мышка рабочие итоги по продажам скромные продал крышки для объективов набор для маникюра барные стулья на барахолке поторговал только один день а еще продал один бокс в размере м в итоге за неделю я заработал 6400 рублей всем спасибо за ваш просмотр с вами был штребух подписывайтесь на мой канал и влепите лайк за вот эту жирную печенюшку которую я нашел в помойках только что и чисто случайно мау